доброе утро будьте благословен и спасибо что пришли я хочу сделать что-то особенное сегодня я не люблю открывать какие-то персонально личные вещи но сегодня у сандры день рождения поэтому я хочу сказать ей с днем рождения дорогая я попросил чтобы она приготовила хороший праздничный ужин для нас сегодня я не говорю об этом часто но сегодня гладя в глаза глаза тем кто слушает меня находясь здесь или по ту сторону экранов спасибо за ваше преданное пожертвование я всегда говорю нашим работникам кто занимается евангелизмом кто направляет людей на миссии другие страны я много слышу о том какую работу они проделывают по всему миру земли в других странах и это блага благодаря вам я очень благодарен вам за это мы не страдаем тут финансово вы жертвенная и послушная церковь мы уже несколько десятилетий не имеем никаких долгов поэтому у нас есть возможность помогать людям по всему лицу земли и много работы делать где проделываем здесь спасибо вам огромное за все это и пусть бог благословит вас за ваши труды иску иисус скоро грядет я молился за два проекта которые у нас намечаются касаемо израиля о которых я уже говорил нашей церкви и этим через пару недель я вас познакомлю с ними чтобы вы были в курсе всех событий происходящих здесь поэтому это всегда укрепляет нашу веру и желание благословлять других этот проект будет завершён и я с вас с ним познакомлю и теперь отец небесный я благодарю тебя да господь я благодарен тебе мы любим тебя господь и я прошу тебя иисус пусть это утро будет плодовитым и жизни будут изменены навечно я прошу тебя о помощи когда я буду проповедовать потому что иногда то что я чувствую в моем сердце мне трудно произнести своими устами но я верю тебе господь позволь услышать им это так как ты хочешь чтобы они все услышали во имя иисуса христа мы молимся аминь вы можете присесть я не знаю выставить ли это местописание на экран стивен наверное ничего не выставляя на экран пусть люди меня просто слушают я просто им про сам прочту из римлянам 6 из римлян 6 главы 5 стих ибо если мы соединены с ним подобием смерти его то должны быть соединены подобием воскресения зная то что ветхий нас человек распит с ним чтобы упразднено было тело греховное дабы нам не жить не быть уже рабами греха ибо умерший освободился от греха если же мы умерли со христом то веруем что жить будем с ним зная что христос воскреснув из мертвых уже не умирает смерть уже не имеет над ним смерти ибо что он умер то умер однажды для греха и что живет то живет для бога так и вы почитайте себя мертвыми для греха живыми же для бога во христе иисусе господи нашим и так да не царствует грех в смертном вашем теле чтобы вам повиноваться ему в похотях его и не предавайте членов ваших греху орудия неправды но представьте себя богу как оживших из мертвых и члены ваши богу орудия праведности грех не должен над вами господствовать ибо вы не под законом но под благодатью что же станем же грешить потому что мы не под законом а под благодатью никак неужели вы не знаете что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности благодарение богу что вы быв прежде рабами греха от сердца стали послушны тому образу учения которому предали себя освобождение освободившись же от греха вы стали рабами праведности что же мы прочли мы живем во время когда благодать превознесена настолько что для многих не имеет значение как ты живешь неважно как ты живешь ты под благодатью и мы забываем что всемогущий бог о котором мы проповедуем видит все никто не любит читать книгу эзекииля я еще не слышал чтобы кто-нибудь сказал что книга эзекииля моя любимая книга в библии поэтому я не буду сегодня читать ее все я приведу вам просто один стих оттуда и эзекииля 10 12 тут описаны ангельские существа которые окружают престол божий и все тело их и спина их и руки их и каль и крылья их и колеса вокруг были полны очей все четыре колеса их это выше моего понимания глаза везде на их руках на крыльях на колесах все полно очей что говорит нам о том что бог видит все ничего не может быть спрятана от него самые потаенные глубины вашей души самые тайные места для бога открыты и ничего нельзя скрыть там от глаз и лица божьего давид молился в псалме 18 13 господь от тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба твоего чтобы не возобладали мною тогда я буду непорочен и чист от великого развращения я пытался их спрятать но твое всевидящее око знает что они там я знаю что они там павел говорит о тайных делах тьмы тьма любит прятать свои дела в темноте грех надо спрятать до тех пор пока он уже в такой стадии что его невозможно прятать когда он уже виден всем есть в библии странное место писания это мало 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 2 глава бог там говорит я устал от ваших слез услышите он устал от их слез вы заставляете обливать слезами жертвенник господа с рыданиями и воплем так что он уже не презирает больше на приношение и не принимает умилостивили умилостивительные жертвы из рук ваших вы скажете за что за то что господь был свидетелем между тобою и между женой юности твоей против которой ты поступал вера вероломно между тем как она подруга твоя и законная жена твоя мы тут видим пример людей которые хотят прекратить грешить я уже читал в римлянам 6 глава вы не должны грешить бог дал вам силу чтобы сказать греху нет дьявол не может заставить вас грешить ваша плоть не может заставить вас грешить у вас есть свободная воля бог никогда не забирал у вас вашу волю и он поместил в вас святой дух и он дал вам новое сердце новый разум новые желания вы все это получили новое когда вы спаслись и вместе со всем этим он дал вам силу чтобы побеждать грех вашей жизни церковь полна людей кто повторяет каждое воскресенье или дважды в месяц я знаю мне говорили что о я обижаю людей говоря это мне говорили я знаю но я не пытаюсь быть мягким все что я делаю это проповедую от всего моего сердца потому что время коротко скоро иисус грядет и люди а люди занимаются ерундой и на кон ставит свою вечность поэтому моя прямолинейность не от раздражения а от переживания но я знаю наверняка здесь есть люди которые сейчас сидят в этом зале кто приходят сюда и плачут я я видел это много раз я молился с ними помоги мне пастор я возлагал я возлагал свои руки на них мы молились с группой деканов за них у нас есть консультация консультативная группа пасторов те люди посещали молитвенное служение но они не могут изменить их образ жизни они плачут но они ничего не хотят с этим делать это напоминает мне самсона да тот человек был избран самим богом на нем проявилась сверхъестественная сила если помните и он был избран чтобы быть лидером и освободить израиль еще до своего рождения но у самсона была одна проблема и эта проблема заключалась в женщинах его глаза всегда были прикованы к женщинам и библия говорит нам об этом он увидел женщину он увидел женщину и он должен был совершить великую победу для бога он победил врагов господа но затем он увидел женщину дух божий был на нем и он совершал сверхъестественные вещи для бога но когда он отвлекался он видел женщину и он увидел проститутку и он не смог себя контролировать я говорил с людьми которые говорили я люблю иисуса они мне это говорили я люблю иисуса но я просто не могу отказаться от этих вещей но я люблю иисуса вопрос в том почему же тогда ты не исполняешь его заповеди потому что иисус сказал кто любит меня тот соблюдет мои заповеди нет вам нравится иисус но вы не любите его потому что вы не можете служить двум господам вы не можете любить иисуса и одновременно любить похоть плоти и самсон прекрасный пример для нас я не знаю если тут употребляемо слово прекрасный но это хорошая иллюстрация для того чтобы понять как люди в глубине души знают что есть бог и что они знают что он от них ожидает но когда на горизонте появляется соблазн они не могут себя контролировать вспомните давида который не бегал по женщинам и не искал такого рода приключений он однажды споткнулся или ошибся я хочу чтобы вы очень внимательно меня послушали церковь находится в состоянии таком сейчас я имею ввиду евангелистская церковь частью которой мы являемся так сейчас стало очень популярно проводить разного рода консультации у меня нет с этим проблем но я хочу чтобы вы поняли какая опасность кроется в такого рода консультациях это может стать ловушкой и очень часто становится и если вы не подготовили себя к этому вы можете попасться в эту ловушку если я правильно вижу тут написано что давид любил бога правильно вы знаете что я скажу давид был человек по сердцу бога и давид как мужчина увидел вирсавию женщину и он пригласил ее я не знаю если тут подходит выражение пригласил к себе потому что когда царь говорит приведите ко мне кого-то человек должен это исполнить я не читал нигде чтобы было написано что вирсавия была блудницей или соблазнительницей или елизавель у нее был муж и она была предана своему мужу но царь пригласил ее используя свое положение позицию и я может быть пофантазирую сейчас что все началось совсем невинно он сказал я так устал как царь у меня такая тяжелая жизнь а ты такая прекрасная и даже сейчас я должен быть на битве со своим войскам но я так устал от всего а ты такая прекрасная мне просто надо чтоб кто-то был рядом и так всегда начинается иногда это начинается с разбора библии вместе вы знаете давай будем библию читать вместе и вскоре они понимают что между ними много общего несколько лет назад нашей церкви был мужчина кто был частью нашего служения вы помните у нас было такое большое служение с джимом и теме бейка кто всегда повторял что бог вас так любит вы даже не представляете и этот человек был задействован в этом служении он пришел в нашу церковь с женой двумя детьми и я замечал что что-то происходит между ними потому что она всегда плакала в церкви и однажды она пришла ко мне сказала пастор он ушел от нас он сказал что не счастлив с нами и когда я увидел его я спросила что случилось и его ответ меня потряс я хотел сразу врезать ему это большой он был большим сильным мужиком и он начал плакать вы не понимаете что значит быть таким одиноким в своем браке я так одинок моя жена сфокусирована только на детях а что по поводу меня у меня тоже есть свои требования и желания пастор я признаюсь вам я познакомился с женщиной и она также одинока как и я и мы начали вместе изучать писание наши отношения были чистыми мы только изучали и разбирали писание я никогда не изучал писание вместе со своей женой и эта женщина так меня понимает мы разговариваем с ней обо всем она все понимает и через которое некоторое короткое время он развелся со своей женой бросил своих двоих детей просто оставил их женился на той женщине и продолжал приходить в церковь регулярно поднимал свои руки прославлял бога его бывшая жена и дети стали ходить в другую церковь вы понимаете о чем я говорю мы видим такое лицемерие часто но вы не понимаете но вы не можете так поступать он они потом ушли в другую церковь люди думали что я ему сочувствую но я ему совершенно не сочувствовал он поступил неправильно вам надо быть искренним с богом и я так себе представляю эту картину между давидом и версавии их отношения может быть начинались чисто платоническими такие дружеские отношения мы просто друзья мы так хорошо друг друга понимаем но это очень умно расставленная ловушка от дьявола и если вы туда попадетесь вы никогда не выберетесь из нее по плоти вы никогда не должны быть один на один с мужчиной или женщиной неважно по какому предлогу или консультации или разбирая библию или молясь неважно вы не должны идти на обед с кем бы то ни было из противоположного пола кроме вашей жены или ваших друзей наедине потому что вы не не сможете устоять и вот что происходит все заканчивается тем что закономерно я помню когда он умер я не видел его часто иногда мне думалось где он сейчас я вспоминал о нем потому что когда вы обдуманно выбираете пойти в грех в любой грех я не понимаю как мне как пастору можно к этому относиться и тут написано что ваши слезы которые вы проливаете у подножья трона господа я устал от этих слез говорит господь мне надоело видеть как вы рыдаете у моих ног у алтаря потому что вы не можете привести в порядок вашу жизнь и я не принимаю ваших молитв я не слышу ваших слов я не принимаю ваших приношений я не играю в такие игры я хочу сказать вам что многие играют в такие игры в церковь когда проповедники не проповедуют они не проповедую полный слово божье и этому есть причина в этой же главе господь говорит пасторам вы проповедуете мое слово частично я перефразировал это место он говорит проповедником вы проповедуете только часть моего слова выборочно но не все слова полностью вы только выбираете одну приятную часть моего слова ту которую как вы думаете людям приятно слушать но другую половину вы никогда не открываете потому что когда вы сами не живете правильно вы не хотите проповедовать о суде и об аде вы не будете говорить людям о покаянии и смирении и раскаянии вы не будете говорить людям что им надо изменить свою жизнь и жить святой жизнью потому что вы сами не ходите в истине и послушание бога поэтому сегодня кафедры полны людьми которые говорят ложь произносят мертвые слова и зал наполнен обманутыми людьми кто выглядит как будто они готовы кто часто ведут себя как будто они готовы но у них нет масла и нет подтверждения потому что у них нет плода малахия пишет что такие пастора говорят все в порядке бог добрый бог он не будет строго судить своих людей вы слишком переживаете ведь он добрый бог но у него только одна вещь есть для вас и мы знаем что бог благословляет праведника и мы все знаем что бог добрый милосердный сострадательный бог но мы также знаем что бог не терпит греха и бог не игнорирует и не пропускает грех не все что вы делаете нормально бог призвал нас к святой жизни бог призвал нас приносить много духовных плодов мы были призваны выйти из этого мира отделить себя от всего что не угодно христу мы должны любить то что любит господь и ненавидеть то что ненавидит он в этом мире и то что самсон не понял этот человек о котором я говорил вам сейчас не мог понять это то что бог ни для кого не делает исключение потому что то что вам не хватает дома не значит что вы должны из-за этого разывать разрывать ваш союз и завет это не дает вам права быть счастливым на стороне бог не позволил своему сыну умереть на кресте чтобы вы и я были счастливы потому что очень часто состояние счастья это требование нашей плоти но он призвал нас чтобы мы были наполнены радостью и радость ваша будет совершенно даже тогда когда вы страдаете по плоти но ваш дух счастлив бог требует от нас чтобы мы ходили в святости каждый день своей жизни и реальность заключается в том братья и сестры павел писал евангелие о благодати я проповедовал об этом и мы живем благодаря ей спасибо богу за благодать но вы не должны забывать о божьем суде и бог всегда остается святым богом и он будет судить всех мы все будем судимы как написано в писании по праведности и святости божьей грех всегда имеет последствия когда вы предаете свою семью бросаете своих детей когда вы избираете что вам нужна другая семья просто потому что вы несчастливы может быть вы и найдете кого-то кто исполнит ваше вожделение на короткое время но вскоре вы поймете что все выглядит в точности так как то как то что вы только что оставили то от чего вы убегали через короткое время вы понимаете что все в нос как было простите мое северокаролинское произношение если вы смотрите на меня из другой стороны нет ничего нового вас больше ничего не радит все не радует все по-прежнему как и было раньше ничего уникального но все это подвергает опасности вашу душу и ввергает вас вечное пламя ада никакая женщина на этой планете не стоит того чтобы ради нее пойти в ад женщины не существует мужчины я снова с южным акцентом произнесу нет мужчины на этой земле из-за которого вас постигнет последствия и наказание если вы отступите и придадите божьи указания и я не могу вспомнить наши не вспомнить наши дни проблему гомосексуализма то же самое могу сказать о них они говорят бог меня понимает он меня таким сотворил нет он этого не делал вы сделали свой выбор сами вы сами избравили этот стиль жизни и никто не будет рыдать за вас это целиком ваш выбор я не буду вас жалеть и страдать о факте что у вас есть сексуальные страдания нет очнитесь я только что прочел вам слово божье те кто умер со христом больше не могут грешить потому что он дал вам силу потому что иисус умер и воскрес чтобы у вас была власть и сила чтобы жить жизнью угождающий богу этот кому вы подчиняетесь тому вы и раб поэтому чему вы подчиняетесь или кому вы подчиняетесь в это утро он ваш господин вы может быть скажете но тогда я пойду в другую церковь отсюда но вы уже слышали что я вам сказал даже если вы пойдете в другую церковь ваши грехи потянутся за вами вы их не забудете вы все вспомните когда встанете перед лицом христа в день суда и вы захотите сказать но я ничего не знал об этом господь а он ответил лорен говорил тебе об этом и я был там когда пастор ливингстон своим пальцем указывал на твой грех не обманывайтесь бог ничего не пропускает его нельзя подкупить не лгите себе и не ищите оправдание бога нельзя ввести в заблуждение что человек посеет то он и пожнет если вы сеете вплоть от плоти пожнете тление и забытье смерть последствия но если вы сеете в дух вы пожнете жить жизнь вечную вы знаете что когда адам и ева согрешили бог их простил бог самолично убил животное и кровь невинного животного была пролита за совершенный грех и бог самолично сделал из кожи этого животного одежду для них и прикрыл их наготу адам сейчас в раю я вас ним на небесах сейчас бог простил их но он все равно выставил их из сада он не сказал ну ладно вы все поняли ребята можете здесь остаться вот фрукты животные все будет по-прежнему живите и дальше в раю нет он сказал вы сделали свой выбор и теперь вы будете жить с последствиями и он выставил их вон из сада вина была прощена но последствия не были уничтожены бог сказал что они прощены но отдам до конца своих дней работал в поте лица вспахивая землю он простил их но они теперь жили среди тернии сорняков адам и ева согрешили и бог простил их но он видел какие беды излились на их семью и потомство через что они проходили оставшуюся жизнь и я хочу сказать всем кто меня слушает кто придумывает себе оправдание чтобы обманывать и изменять своей жене и всем кто живет в тайном грехе и вы смотрите вещи и делаете вещи или имеете отношение к раз с разными людьми что все это разрушает ваш брачный завет все это просто так не пройдет будут последствия если вы будете продолжать это делать это ударит по вашей семье ваши дети пострадают у них будут шрамы я настолько устал слышать это о я провожу время с моими детьми это полезное время для них вы слышали это выражение знаете о чем я говорю это всегда сопровождает разводы я хочу больше времени проводить со своими детьми но то что вы хотите сказать это то что я провожу с ними удобное и комфортабельное время для меня и я буду водить их на мороженое я буду мы будем в кино ходить иногда я буду игрушки покупать но когда я устану от них я их верну к матери и это вы называете полезное время нет вы лжете себе и вы самоустраняетесь от своих взрослых обязанностей и вы погубите своих детей вы уничтожаете свое потомство я также могу обратиться к женщинам то же самое тайны и грех вещи которые вы творите в темноте то что вы прячете греховные вещи потому что вы чувствуете себя обманутыми эмоционально или тем или иным путем вы не скроетесь с этим я вас не пугаю это предупреждение ничего не проходит незаметно не обманываетесь бога нельзя обвести вокруг пальца чтобы вы не делали за этим всегда следует последствия вы не можете сами справиться с такими вещами кем бы вы не являлись на прошлой неделе мы пели песню в ней были слова о зависимости я не могу вспомнить слов я никогда не могу запомнить слов песни мне нравится песни но слова почему-то не запоминаю песня была о том что мы были одинокими с вредными привычками и зависимости и бог нас от этого освободил знаете если бы крест на котором иисус христос был распит и пролил свою кровь за нас не имел силы чтобы разрушить любую зависимость то тогда любой из нас был бы посмешищем и то что мы делаем не имело бы никакого смысла если мы только поем об этом но в жизни у нас ничего не происходит это фарс я хочу сказать вам некоторые люди могут может быть скажут пастор но ты об этом постоянно говоришь да потому что люди не слушают мой отец был алкоголик и любитель женщин но после того как он упал на колени возле алтаря в маленькой баптистской церкви когда он встал он никогда больше не выпил ни капли алкоголя и он был верен моей матери из его его уста были чистыми и святыми и вся его жизнь была примером для людей полна праведности и святости я могу это подтвердить я говорил вам уже об отце сандре кто был котроподистом во времена сухого закона торговал алкоголем его подручные подстрелили его в ногу они думали что убили его но только ранили его в ногу поэтому они его просто бросили умирать в канаве кто-то нашел его там подобрал это было зимой он чудом не замерзал там они его выходили подлечили на рождество он попал в маленькую церковь он упал на колени перед крестом у алтаря он взмолился богу и бог спас его и освободил его с тех пор он никогда капли алкоголя не выпил и всю оставшуюся жизнь он проповедовал евангелие до самой смерти и вы хотите мне сказать что это не могло не может случиться сегодня нет я не могу в это это принять я не принимаю никакой такой идеи что нас спаситель и искупитель кто умер на кресте ужасной мученической смертью и у него нет силы освободить своих людей людей от зависимости что дух святой не может это делать что тогда что это значит дух божий на мне он помазал меня проповедовать евангелие бедным и освободить измученных на свободу дать свободу узникам чтобы проповедовать слово божье и вы хотите мне сказать что в наше время так не работает что вам надо обязательно проходить курс терапии потом консультироваться еще с кем-то до конца своей жизни я хочу сказать вам что если вы склонились перед крестом возле ног иисуса если вы за по завать возопили к богу милости он даст вам силу он исцелит вас он поможет вам спасет вас а мой от вас не имеет вас и тогда вы будете жить в этом мире по его слову и вы будете жить на своих коленях и это может быть не будет легко но может быть в но может быть вы не будете счастливы но вы будете святы и в один день вы будете с ним на небесах все зависит от вас все зависит от вас бог все сделал для вас больше ему нечего вам предложить все в ваших руках выбор за вами хотите ли вы жить своим путем до конца своих дней то взлет то падение приходить и уходить то побывали в эту церковь то в другую пошли бегать от одного алтаря к другому говорить с одним пастором потом с другим от одной группы в другую вы что до конца жизни так собираетесь жить или вы вспомните и скажете что у меня есть победа в иисусе христе в господи и кровь иисуса христа дала мне свободу и вот что я прочел галатам 5 24 но те которые христовы распяли плоть со страстями и похотями они сами это сделали бог был с ними давал им силы но они сделали свой выбор они были во христе и распяли свои страсти и похоти 25 стих если мы живем духом и в этом ключ если мы живем духом то по духу и поступать должны если серьезно настроены пойти на небо стремитесь угодить богу и ходить в святости иисус сказал те кто хочет следовать за мной отвергни себя возьми свой крест и вы должны отвергнуть себя каждый день своей жизни это тяжело дорога на небо тяжело но это того стоит и это только для тех кто хочет христа и ничего другого в мире ему не надо это для тех кто верит что есть рай и ад и только те кто всю свою жизнь посвящает ему познают радость от победы в иисусе христе отец я старался как мог я благодарю тебя за твое чистое бесценное святое обличающее слово я прошу тебя сегодня пусть дух святой возьмет это слово и проникнет вглубь души кого-то обличит его привлечет что-то внимание потрясет кого-то может быть этот человек даже не в этом здании может быть он по ту сторону экрана но я прошу тебя господь за то чтобы твое слово завершила работу встаньте со мной пожалуйста на молитвенном служении в среду вечером один из служителей консультативного отдела подошел ко мне сказал пастор помнишь на прошлом воскресенье воскресенье ты проповедовал о том что мужья должны уважать своих жен это было очень важно и очень нужно для людей он сказал каждый человек за которого мы молились сегодня вечером просил нас молиться за это за эту проблему в их семье друзья нам нужно пробуждение люди настолько сфокусированы на себе на их сексуальной стороне на их нуждах на их индивидуальности и сексуальной идентичности что они даже не задумываются о вечной душе вы проведете вечность где-то и те из нас кто чувствителен к духу святому кто ходит в страхе божьем кто-нибудь боится бога я знаю так говорят кто но кто из вас на самом деле боится бога мы должны бояться грешить говорят я не боюсь бога он мой отец вы опять слушаете неправильную проповедь вас обманули вы не можете служить богу не боясь его каждый день в новом завете библии говорит что они ходили в страхе божьем нам нужно свежее дыхание страха божьего он будет судить каждого из нас поэтому я думаю вот что мы сделаем с божьей помощью я недолго проповедовал сегодня если тут есть кто-то кто хочет выйти к алтарю не потому чтобы я чувствовал себя лучше или воодушевить меня но вы хотите выйти к алтарю как церковь в это утро чтобы просить и молиться чтобы ваша жизнь была наполнена святым страхом от святого бога и чтобы куда бы мы ни пошли мы были его свидетелями чтобы мы отвергли плоть и каждый день брали крест и следовали за ним выходите вперед будем молиться и прославлять бога я надеюсь каждый из нас понимает чего это может стоить вы должны все что есть в вашей жизни и то что не угодно богу приносить вам проблем и то что не угодно богу приносит вам проблемы все это отставить оставьте это тут если у вас проблемы с алкоголем оставьте и не приближайтесь к этому больше никогда если у вас проблема с порнографией бросьте это на землю откажитесь от этого найдите такую защиту чтобы вы не могли больше заходить на эти сайты потому что те люди умнее чем вы и они всегда ищут обходные пути на какой сайт бы вы не пошли но вы должны быть категоричны насчет этого у вас проблема с кем-то вы должны выйти к алтарю к распятому христу и прекратите быть дружелюбными с теми людьми которые были виной этих отношений иногда надо быть резкими и прямолинейными пастор могу я вас обнять я не хочу ни с кем обниматься я не люблю этого правда я хочу чтобы она меня обнимала или мои родные я не хочу вас обидеть но я так считаю я не люблю когда меня кто-то пытается обнять потому что вы не знаете кому вздумается дотронуться до вас чем этот человек занимается и это правда и мы так говорим тем кто молится за людей возле алтаря не возлагайте свои руки на противоположный пол потому что в наши дни они могут сразу заявить что они меня трогали вы сами это знаете тогда у вас будут проблемы поэтому будьте осторожны если вы живете один у вас еще больше битв против которых вам надо противостоять потому что никто не видит чем вы дома занимаетесь вам точно надо иметь молитвенную комнату и вы больше других должны наполняться словом божьим я это совершенно точно вам заявляю Иисус грядет и я готов идти к нему и ничто не стоит того чтобы пропустить этот великий момент вы согласны со мной? пастор, но я больше не люблю мою жену ну и что и дальше? вспомните, что вы делали чтобы завоевать ее до вашего замужества вы ходили с ней на свидание были внимательны оказывали ей знаки внимания пастор, но я не люблю моего мужа больше друзья, вы должны работать над вашими отношениями потому что есть жестокосердечные эгоистичные люди которые не любят и не хотят никого любить и работать над этим не хотят но это не ваша вина вы в этом не виноваты вы сами должны пытаться Бог знает, как вы старались Бог знает ваше сердце но есть люди, есть мужчины или женщины которые сделали уже свое решение они приняли это внутри себя я не хочу этих отношений я хочу чего-то другого ну что ж все их слезы напрасны Бог не слышит их молитв и Бог, несмотря на то, что Он добрый и любящий Бог накажет их тяжело но мы будем молиться за них все равно вы понимаете меня? я не хочу кого-то обвинить здесь я хочу вас предупредить вы должны приложить все усилия потому что Бог дал нам силу Духа Святого это все, что у меня есть и это все, в чем я нуждаюсь в среду вечером я приглашаю вас прийти на самую сильную вещь которую мы можем делать на молитву в среду вечера в соседнем здании Иисус грядет и это последнее, что вы услышите от меня и это истина и теперь, Господь, я молюсь я молюсь да будут слова уст моих Господь, я молю Тебя и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи твердыня моя и избавитель мой аминь люблю вас, Церковь увидимся в другой раз если только Он не заберет нас я 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 не заберет нас Продолжение следует...